Сегодня, 2 мая, исполняется год с момента одного из самых трагических эпизодов внутриукраинского конфликта. Поджога неонацистами-бандеровцами безоружных людей в Доме профсоюзов в Одессе. В результате этой варварской акции устрашения погибло несколько десятков человек, вся вина которых составила в том, что они открыто выразили свою гражданскую позицию неприятия антиконституционного государственного переворота, совершенного в Киеве в феврале 2014 года и разгула радикалов-ультранационалистов на Украине. С глубокой озабоченностью констатируем, что по прошествии целого года украинское правосудие сколь-либо ощутимых шагов в сторону проведения объективного, независимого и беспристрастного расследования этого ужасающего преступления и привлечения виновных к ответственности не демонстрирует. Напротив, ощущается отчетливая линия на заматывание процесса. Это подтверждает и недавний первый доклад, действующий под эгидой Совета Европы международной консультативной группы по расследованию событий Евромайдана. Отмечаем, что беспечность и пассивность украинских властей в этом вопросе способствует позиции их покровителей на Западе и целого ряда так называемых свободных международных средств массовой информации. Так, по нашим наблюдениям, трагедии в Одессе в мае 2014 года в Европе и Северной Америке было уделено мизерное внимание. Это очередной элемент информационной войны и манипулирования средствами массовой информации. Полагаем, такую ситуацию недопустимой. Безнаказанность за подобные преступления и грубые нарушения прав человека, совершенные в ходе внутриукраинского конфликта, порождает ужасающий прецедент. Призываем международное сообщество, включая правозащитные структуры и неправительственные организации, решительно и честно добиваться от украинской стороны тщательного, объективного и беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности, а также в целом принятие реальных мер для устранения выпиющих изъянов в системе правосудия Украины. Без этого говорить о приверженности демократическим ценностям и верховенству права было бы просто неуместно.